Ну что же, давайте приступим. Для начала буду использовать сервис SniperLink sniper.makeclick.ru Вы можете забраться на сайт makeclick.ru и ссылка у вас будет, и зарегистрироваться, выбрать данный сервис из трех. Регистрация очень простая. У вас появится вот такая админская панель. Здесь кнопка создать, ну и соответственно у вас будут пустые проекты, у меня уже добавлены. Так, сразу оговорюсь, перейдем в профиль. Данный сервис стоит 299 рублей в месяц или 3000 в год со скидкой. То есть вы платите за 10 месяцев, 2 месяца бесплатно. Это то, что нужно знать. Ну как бы если вы пришли зарабатывать деньги, делать что-то серьезное, это смешная цена, думаю объяснять тут не стоит. Ну что же, создаем новый проект. У нас появляется шаблонный проект. Здесь мы пишем название. Оферы с оплатой за леда. Ну в данном случае, например, ADX. ADX, хорошо. Ну я пишу и специально показываю такой подробный заголовок, чтобы потом в списке не потерять. Потому что это не красивое название, а просто комментарий, по сути, чтобы потом найти этот проект. Хорошо. Мы берем первую ссылку, кликаем и берем вторую ссылку. Добавляем сюда. Так, сейчас я нажму сохранить и проект сохранится. Вы можете добавлять дополнительные здесь варианты. Если их не заполнять, они просто не добавятся в проект. Я, например, могу там еще и еще добавить. Они просто не добавятся в проект. Так, после этого здесь есть такая вещь, как количество целей в проекте. Поскольку я работаю с партнерскими продуктами, да, мне это не нужно. Но если я свои инфотовары продвигаю, создал воронку, там 9 шагов в воронке, я вплоть там апселлы, корзины, я везде создаю специальные трекеры, которые можно будет разместить на этих страницах, чтобы отслеживать воронку. Нам это не понадобится. Итак, я добавил первый вариант, второй, я не стал показывать уже с четырьмя. Как вы видите, можно здесь добавить и четыре. И нажимаю сохранить. Все, сохранено. Это наша ссылка специальная, которая, кстати, если вы занимаете арбитражем трафика, она перебрасывает еще и UTM-метки. То есть к ней можно смело добавлять UTM-метку. Вот эта цель, первая цель для шага по умолчанию, она нам не нужна. Хорошо. Сразу покажу, как это работает в проекте. Я сейчас перейду в список. Сразу покажу самую главную вещь. То есть представим, например, мы добрались до варианта, когда узнали, что какой-то оффер приносит нам больше денег, чем второй. Естественно, мы по ссылке сверяемся, где какой. На самом деле тут вариант первый, вариант второй можно запомнить с самого начала. То есть представим, что вот, например, второй вариант приносит меньше денег, а выиграл первый. Значит, мне нужно второй вариант отключить. Я захожу вот сюда, нажимаю вот эту галочку отключить, то есть отметить его, выключить, ну там как угодно можно. А те, что не отмечено, они продолжают работать. Нажимаю сохранить. И теперь все ссылки, все клики по ссылке, сейчас я изменю. Теперь все клики по ссылке будут переходить только вот на первый вариант. То есть по сути будет просто редиректиться ссылка. Я сейчас обратно возвращаю в строй вторую ссылку для спид-теста и сохраняю. Супер. Давайте я в новой вкладке открою статистику. Она у нас сейчас пустая. Нули. Вот вариант один, вариант два. То есть именно переходы. Ну, поскольку цель у нас не настроена, у нас просто будут переходы показываться. Открываю вкладку инкогнито. Показать исключительно для того, как это сработает. Итак, смотрите. Я вставляю вкладку инкогнито, открыл, чтобы показать, что как будто это разные пользователи, разные у браузера. Вот здесь у меня даже написано блокировать сторонние файлы куки. В общем, ну и не запоминать историю моего компьютера, скажем так. Вставляем нашу ссылку и нажимаем Enter. И нам открывается первый вариант. То есть сервис SniperLink очень четко редиректит. Все. Открылась вот эта страница. Можете даже запомнить, да, зеленые иконки. Как получать 4 тысячи в день на автопилоте в партнерках. Закрываем. Снова открываем вкладку инкогнито, как будто новый человек. У меня снова блокировка этих куки. Вставляю снова эту же ссылку. 431 проект. Нажимаю Enter. И здесь я попадаю уже на другую страницу. Обучитесь рекламе ВКонтакте и так далее. Теперь смотрите, я снова закрываю. Я хочу вам показать уже окончательно, чтобы вы понимали, как это работает. Это все клики по вашей ссылке, из ваших писем, из вашей автоворонки и так далее. Поскольку у нас два варианта, то значит мы первый посмотрели, второй. Сейчас мы снова будем смотреть первый. Потому что здесь нет случайной рандомности, а четко идет 50 на 50. Снова открывается получать 4 тысячи в общем день. И снова я как новый пользователь захожу. Поскольку это для системы новый пользователь, она нам постоянно редиректит. То первый вариант, то второй. А теперь смотрите, что происходит. Теперь я открываю ссылку в своем браузере, где куки все эти запоминаются и прочие вещи. Мы открываем. Мне попадается, я уже буду называть какой-то вариант. Просто я вот кликнул из вашего письма и попал на эту страницу. Я его закрываю. Снова открываю вкладку. Спустя 6 часов снова перехожу по этой ссылке. И мне открывается это же предложение. То есть если я попробую еще раз перейти на него, мне откроется только та страница, на которую я перешел первый раз. Это специальное запоминание, чтобы не было конфликта ценовой политики, каких-то там других вещей. Вы можете таким образом тестировать абсолютно разные офферы. И вам никто не скажет, что стойка, подожди-ка, там я видел дешевле, а ты мне продаешь дороже или что-то подобное. Нет, такого не будет. Здесь четкое запоминание. Только на новых пользователей это работает в общем по-другому. Нажимаем обновить. Здесь видно, вот в первом варианте, ну всего, всего у нас 5 кликов было, 5 переходов, 3 перешло на первый вариант и 2 на второй. Супер. То есть я думаю, вы понимаете, что это мощнейший инструмент. Представим, что здесь не 3 и 2 клика, а 300 и 300 кликов, то есть 600 всего. И вы четко увидите, ага, там, например, второй вариант принес мне, ну тут цель не отслеживается, второй вариант мне принес больше всего денег. Таким образом, вы в любой партнерке собираете продукты, разбиваете их на так называемые категории, то есть, например, это только подписки оплата за лид, это какие-то продукты одной тематики, в данном случае я рассказываю, как дизайн, да, по 1000 рублей. А это автомарафоны от трех разных, например, партнеров, да, есть, кстати, в партнерке Салет, вы тоже можете собрать такую категорию. И все, создаете такие проекты, и когда у вас работает автоворонка, например, после подписки вы показываете не какой-то оффер, а какую-то категорию оффера. То есть, например, я рекомендую сразу можно переподписывать, чтобы мгновенно окупалась ваша воронка. Вы просто вставляете вот сюда вот эту ссылку, и все. И каждый пользователь будет редиректиться. Если он даже подпишется второй раз, его все равно отправят на тот оффер, который вы подключили. Ну, пока вы не отключите его в проекте. То есть, его можно потом зайти просто-напросто, загрузится, да, и, например, ну, второй вариант выиграл, значит, я первый вариант отключаю и могу добавить еще какой-то вариант. Ну, я не рекомендую так делать, я рекомендую уже вот тут ссылку заменить на какую-то там другую, да, ну, я просто для примера написал, и сохранить заново проект, все, чтобы вот четко у вас статистика была, все эти моменты и нормально редиректилась. Ну, вы можете как угодно делать комбинацию в любом случае. Вот таким вот образом, создавая точно такую же воронку, как у вас, рассылая точно такие же письма, как вы, для начала у меня это все сплит-тестится, и я вижу, кто продается, откуда приходят деньги, я просто захожу в проект, отключаю вариант ненужный и оставляю нужный. Все, и просто оставляю проект, оставляю эту ссылку, и она вот идет, 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 потом спустя там месяц, может, зайду, что-то изменю, чтобы новый сплит-тест был. Все. И вот эта вещь очень сильно, ну, очень сильно приносит прибыль, потому что смысл в том, что заметил в онлайн-маркетинге такую вещь, нету здесь разницы в чуть-чуть. Вот в чуть-чуть здесь очень редко, в чуть-чуть здесь можно разницу увидеть только если, не знаю, вы приводите там регистрации по рублю, да, здесь там 300 рублей заработали, а здесь там 280, вот это чуть-чуть. Но когда у вас идет в количестве продаж, вот эти разницы в 10% продаж и ценовой категории оффера может сильно измениться. К чему вот это сказал? Потому что вот, например, здесь я рекламировал два оффера, да, вот здесь, например, за рекламу ВКонтакте мне давали 120 рублей, 120 рублей. А во втором оффере 70 рублей, это там мастер-партнерок. И смысл в том, что вот здесь, как бы, ну, я должен больше заработать, да, но статистика показала, я сплит-тестил все это, что вот здесь я заработал там 5500 на тесте, а вот здесь не дожал и даже 900 рублей. Хотя, ну, по идее, как бы, да, там же не просят оплату. А вот такая подписная страница, такой оффер, тема оффера слабая, что все подписались там, где мне платили 70 рублей. И в совокупности я заработал больше, соответственно, вот это я просто-напросто отключил. Ну, что же, коллега, желаю вам действительно больших успехов, наберитесь терпения, в этом деле нужна выдержка и терпение, по-другому это не работает, особенно, ну, сплит-тесты. Скорость здесь добавляется только количеством трафика, больше никак вы это ускорить не можете. Желаю вам больших продаж, конверсий, правильно будет сказать, конверсий, и желаю действительно денежную связку применить на 100%. Продолжение следует...